Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Best Game. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику секретов, пасхалок, тайников и интересных моментов в игре Oblivion. Честно говоря, я уже думал, что рассказал вам все секреты, которые только есть в этой игре. Но, как бы не так, Oblivion продолжает меня удивлять. Сегодня будет подборка интересных пасхалок, уникальных диалогов, и в самом конце ролика я вам покажу, как получить одно секретное кольцо, о котором вы, скорее всего, не знали. Если вы во время своего прохождения находили какие-то интересные моменты, то можете написать о них в комментариях, и, возможно, вы попадете в следующий выпуск. Но что же, не будем затягивать, и давайте уже начинать. Итак, думаю, каждый из вас хотя бы один раз встречал такого вот коджита, который захочет вас ограбить. Его можно встретить либо на мосту возле имперского города, либо на какой-нибудь другой локации. Тут есть два варианта, либо отдать ему золото, либо дать ему хорошего леща. И, возможно, вы не знали, что если одеть серый капюшон на актерну и подойти к нему, то он не станет на вас нападать, и с ним появится уникальный диалог. Не может быть! Серый лис, какая честь! А и лейтские руины? Там главное остерегаться ловушек. Им тысячи лет, но они все еще работают. Потрясающе! Да, мы сможем с ним даже нормально поговорить, и он потом не будет на нас нападать, и просто пойдет по своим делам. И тут есть еще один интересный момент. Если вы прошли полностью основное дополнение рыцарей девяти, и вы стали божественным крестоносцем, то тогда он тоже не будет на вас нападать, и появится еще один уникальный диалог. Следующий интересный момент связан с Темным Братством. Если вы вступили в эту гильдию и играете за органянина, то при разговоре с некоторыми ее членами будут уникальные диалоги. К примеру, если вы поговорите с Тейнавой, то у него будет уникальное приветствие, которое отличается от других рас. И тут будет не только уникальное приветствие, но он еще и сразу же нам расскажет о темных ящерах. Хотя, если бы мы играли за обычную расу, то мы смогли бы о них узнать только во время выполнения одного секретного квеста. «Органианин, но не из темных ящеров. Сколько же тебе пришлось пережить в детстве? Слава Ситису, ты наконец-то дома. Добро пожаловать! На родине Органиан в Чернотопье те, кто родился под знаком тени, изымаются у родителей при рождении и отдаются темному братству. Юные темные ящеры обучаются искусством скрытности и убийства и посвящают свою жизнь служению великому королевству Оргония. Все темные ящеры, дожившие до совершеннолетия, принимаются в темное братство как полноправные члены семьи. Так было и со мной, и с очивой». После нашего с ним разговора появится еще один уникальный диалог с очивой. «Я вижу, вы с Тейнавой побеседовали. То, что он говорит, правда. Всю нашу жизнь мы провели вместе, в тенях. Мы дети из одного яйца, близнецы. Нас изъяли при рождении и передали темному братству. Мы вернулись в Чернотопье уже как темные ящеры, научившись искусству скрытности и убийства. Будучи темными ящерами, мы оба служили нашему народу как шпионы и ассасины. Достигнув совершеннолетия, мы вступили в семью. И вот теперь мы здесь». Следом у нас идет не очень насыщенный, но очень приятный тайничок, который вы 100% пропустили. Чтобы его найти, для начала отправляемся в портовые районы Перского города и находим там плавучую таверну. Там нам нужно будет снять комнату за несколько золотых монет, и мы спускаемся вниз и идем туда. И тут на столе нам нужно будет обратить внимание на глиняный кувшинчик. Внутри него есть мешочек. Мы этот кувшин убираем, и как вы видите, тут есть мешочек, который парит в воздухе. Внутри него мы найдем золото, различные камушки и прочие драгоценности. Конечно, ничего суперцендово тут нету, но все равно тайник очень классный. Теперь нам стоит отправиться в Чейдин Хол, чтобы найти наш следующий интересный момент. Вы наверняка все знаете, что в этом городке проживает один алкаш, которого зовут Алдос Отрон. С ним связан один интересный квест, где стражник вымогает деньги, ну вы наверняка о нем уже знаете. Так вот, во время выполнения этого квеста нам нужно будет по-любому поговорить с этой тетенькой, и ей можно задать вопрос, что не так с этим мужичком. Бедняга! Ты найдешь его шатающимся по улицам Чейдин Хола и, скорее всего, пьяным. Только месяц назад он потерял свою жену. Они ехали из имперского города, когда на дороге на них напали бандиты. Ему еле удалось уйти живым. С тех пор он пьет, не переставая. Конечно, иногда он шумит, но никому не причиняет зла. Она нам расскажет о том, что его жену убили бандиты в недалеко от имперского города. Так вот, если мы вступим в гильдию магов и повыполняем некоторые квесты, нас отправят в одну пещеру, чтобы забрать посох мага. Тут мы по-любому будем сражаться с различными некромантами, и в самом конце выполнения этого квеста мы встретим одну девушку, которой такая же фамилия. Ее зовут Навенни Отрон, и, судя по всему, она является женой того самого алкаша. Она тоже данмерка, у них одинаковая фамилия, но почему же все говорят, что она умерла? Скорее всего, она все это подстроила, чтобы вступить к некроматам и выполнять свои темные делишки. Отдельное спасибо моему подписчику за этот очень интересный момент. Еще парочку уникальных диалогов можно получить во время прохождения гильдии воров. Все вы наверняка знаете, что после одного квеста пропадет Арман Крестов. Его начнут искать стражники и будут всех расспрашивать про него. И нам нужно будет встретиться с Метродель и выполнять следующие квесты. Так вот, возможно, вы не знали, что Армана Крестова можно найти в подвале склада имперского города, и с ней будет парочка уникальных диалогов. Я прячусь от имперской стражи. Найди Метродель. Она даст тебе инструкции. Мне небезопасно держать у себя этот бюст. Мне не стоит даже разговаривать с тобой. Иди и найди Метродель. Она даст тебе необходимые инструкции. Предпоследний тайничок в этом выпуске и находится он на Великих Дрожащих Островах, а если быть точнее, то в Лагере Потерянного Времени. Сама локация расположена совсем недалеко от Астроконечного Утеса. Итак, чтобы найти наш тайничок, нам нужно будет немного пробежать и найти вот этот вот мост. Спускаемся вниз, и тут мы найдем урну, в которой на высоких уровнях всегда попадается какая-нибудь зачарованная побрякушка. Так что обязательно сюда загляните, чтобы получить какую-нибудь зачарованную броню или, возможно, даже оружие. Ну и, наконец, последний секрет в этом выпуске. Как я вам обещал, я сейчас вам покажу, как получить уникальное кольцо, которое вы 100% пропустили. Для начала отправляемся в имперский город и находим там магазинчик под названием Красный Алмаз. Заходим во внутрь здания и используем специальный чит, с помощью которого мы сможем входить сквозь текстуры. Тут мы найдем судачок, его мы взламываем и находим призрачное кольцо. Оно повышает нам скрытность, злом, дает нам хамелеон, перышко и понижает нам силу и выносливость. Купить это кольцо у нас никак не получится, потому что этот магазин, по сути, хотели переделать во что-то другое. И в итоге тут все повырезали, сделали другой магазин, а про данное кольцо просто забыли. По идее, его можно купить, если скачать специальные патчи, но в оригинальной стимовской версии это сделать невозможно. Ну что же, дорогие друзья, сегодняшний ролик подходит к концу, я надеюсь, что вам было интересно. Я постарался вам показать самые интересные, по моему мнению, секреты, которые я нашел сам и которые вы мне писали в комментариях. Ну что же, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем... Пока! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok